Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня уже 2 ноября. У нас на улице пасмурно, похолодало, срывается такой ленивый снежок. Ну, начинается новый день, начинаются новые творческие процессы, какие-то домашние хлопоты. Здесь у меня вот такой творческий беспорядок. Собрала вот карманчики джинс и так вертела, и так их вертела, посмотрела идеи. Ничего не понравилось, то, что я увидела. Ну, думаю, буду что-то сама делать. Наверное, из этих карманчиков сошью джинсовую подушечку под покрывало, которое я делаю петчворк, лоскутное шитье. Коврик мой увеличился в размерах. Знаете, что, друзья, поняла? Нужно постепенно, то есть навязали какое-то количество, там метр-полтора вот этого жгута, сшили, навязали, сшили. Ну, вчера смотрю, ниточка у меня уже заканчивается. Думаю, ну, навяжу, потом буду все сшивать. Вот, по мне, когда смена какого-то творческого процесса, у меня так быстрее двигается сам процесс. То есть, вот такую длинную уже жгут, уже мне как-то и руки устают иголку держать, и как-то это нудно все. То есть, чем длиннее вот этот жгут, тем медленнее продвигается у меня здесь этот процесс. Потому что устаешь от этого шитья. Вот, поэтому следующую сидушку буду вязать, и буду вязать так. Ну, то есть, навязала, сшила немножко, навязала немножко, жгута сшила. То есть, вот такая смена деятельности мне нравится больше. Открою секрет, что скоро придет трикотажная пряжа из магазина Т-декор. И мы будем вязать с вами такие же сидушки продолжать вязать. И хочу связать вот именно овальную. А может быть, придет еще какая-то идея из этой трикотажной пряжи. И, конечно же, я с вами поделюсь с этой идеей. Но вы уже можете заглянуть в магазин Т-декор. Посмотрите там на привлекательные цены. Самая дорогая трикотажная пряжа, 400 грамм, моток, стоит 178 рублей. А так, и 125, и 144, и выбор большой. Я вчера там задержалась, в общем, не знаю, часа два сидела, выбирала пряжу, чтобы она как-то гармонировала с моим покрывалом. И вообще, я была удивлена, я давно не заходила в этот магазин. Все течет, все меняется, там много чего нового появилось. Появились новые заготовки, вот ловец для снов, появились нитки для шитья, появились всевозможные ленты атласные и всякие для отделки ленты. Ну, много, я была приятно удивлена. И по-прежнему большой выбор пряжи трикотажной в этом магазине по очень привлекательной цене. Вот, ну, можете подождать эту посылку. Я думаю, что будет, надеюсь, что будет еще какой-то промо-код для вас, хотя не обещаю, это все мои мечты, я так думаю. Ну, а здесь у меня моя любимая картошечка жареная будет, уже порезала, добавила кое-какие специи, посолила, сейчас буду жарить. Зашла на террасу и увидела, начинает вот здесь портиться, видите, тыковка. Вот сейчас я ее почищу и вместе с вами мы ее запечем в духовочке с сахаром. Покажу, как я это делаю и вкуснота просто неимоверная, вот как десерт. Сейчас вот это срежу. Ох, камера трясется. Ох, какая красивая, посмотрите. Мне моя подписчица написала, что это тыква арбатская. Я запомнила, у меня слово арбат, конечно же, связано с Москвой, и поэтому это название я запомнила. Но я вам хочу показать, все-таки показать, насколько удобна вот эта чистилка для овощей. Посмотрите, какая красота. То есть, в общем, тыкву очень неудобно чистить, но этой штукой это просто прелесть. Снимаем полоски. Я вот эту зелень сниму подальше туда, чтобы уже была вот такая оранжевая, оранжевый цвет. Ну, красота. Просто прелесть. Стоит 100 рублей. Ее можно чистить и кабачки, да все, что угодно. И картошку можно чистить, ну, конечно же, которая крупная. Мелкую такой не почистишь. А вот для тыквы, для кабачков, для морковки. Вторая делает морковку по корейски. Я вот просто вам покажу. Ну, вот видите, вот такая соломка получается. Это вот второй часть у этой приблуды. Длинненькие, ровненькие. Но мне морковка по-корейски сейчас не нужна. Это я вам просто показала, как это легко чистится. Сейчас вот здесь разрежу, чтобы удобно было вот здесь пройти. То есть тут плавающая головка, видите, она движется. И вот это очень-очень удобно. Залезет в любой уголок. Сейчас почистим, включу духовку, посыплю сахаром. И будем есть вечером десерт, сладкий, особенно когда остынет. Прям вкуснота. Друзья, я очень удивлена. Посмотрите, в этой тыкве вообще нет семян. Я хотела вам показать, что сейчас вот выберу эти семена, а потом вот эту ложбинку всю засыплю сахаром. А тут и ложбинки-то практически нет. Вот такая чудесная тыква. То есть здесь просто сплошная тыква. Красота. На следующий год таких кабанчиков посажу больше. Понравилось мне. И чистить удобно, и семян практически нет. Только теперь, где взять семена на рассаду? Ну, я думаю, там у меня есть другой формы тыквы. Я думаю, что там все-таки соберу семена. В общем, сейчас порежу на кусочки. Обваляю в сахаре. И в духовочку с двойным включением. То есть вверх-вниз, чтобы гриль был вверху, чтобы она хорошо подрумянилась. Прямо вот так вот в кастрюле хорошенько к сахарю. И буду выкладывать на противень и в духовочку. Вот этот кусок, наверное, сейчас еще перерезать надо. Протвень я застелила пергаментной бумагой. Мало ли, чтобы не подгорело. И вот так кусочки тыковки выложу. Сверху, вот сюда, я еще досыплю сахар. Я, ну, типа таких цукатиков сделаю. Чтобы прям сладкая-сладкая была. Она запечется, когда начнет поджариваться в духовке. Весь сахар тыковка впитает. Ну, вот так вот. Пораскладываю. Ммм, это будет вкуснота. Получился целый противень тыквы. Ставлю, вот видите, там уже раскалился гриль, спираль вверху. Вот я ставлю поближе к этому грилю. Не по центру, а повыше. Чтобы она лучше подрумянилась. И все, закрываем. Закрываем духовку. Поставлю на минут 40, а то и больше. 45 даже сделаем. Температура 200, но надо будет посматривать на нее. Ну, а пока тыква запекается, картошечка жарится, покажу я вам все-таки этот гибкий шнур. Вы меня просили. И еще одну хитрость. От того, какая нить у вас будет нижней или верхней, у вас будет зависеть лицевая сторона узора. Вот здесь у меня нижняя нить была вишневого цвета. Поэтому верх у меня зелененький. Если мы сделаем зеленого цвета нижнюю нить, верх у нас будет бордовый. Вот давайте сейчас вверх сделаем бордовым. И вы увидите, как это интересно. Вот взяли две пряжи. Вот так вот. Накид зеленой, накид бордовой и протянули через зеленую. Вот что получилось. Опять накидываем зеленую, накидываем бордовую и протаскиваем через зеленую. Крючок у меня кловер пять с половиной. Но можно взять больше, меньше, как хотите. Нет, меньше не надо, а больше надо. Больше можно, вернее. Вот. Вот у нас получается жгут. Ничего сложного нет. Еще раз накидывали зеленую, накидывали бордовую и протащили. Еще раз накидывали зеленую, накидывали бордовую и протащили. Вот у нас, видите, лицевая вот эта косичка получилась бордовой. Если мы сейчас, вот прям в момент, поменяем направление, то есть возьмем бордовую и потом зеленую. У нас, смотрите, что получается. Мы можем сделать цветным наш коврик, рябеньким таким. То есть у нас будет идти и бордовая, и зеленая. Сейчас мы вяжем бордовую, нижнюю, вверх зеленый. Низ бордовый, вверх зеленый. Сейчас поменяем расположение. И будет по-другому. Видите, как интересно. Вот такой хитрый ход. И какая красота получается. Можно вязать цветную эту полоску. Можно однотонную, как вам нравится. Вот, видите, когда она начнет сворачиваться, у нас получится вот такая красота цветная. Где-то будет бордовая идти, где-то зелененькая. Очень даже неплохо. Надеюсь, вам был полезен мой урок. Очень все быстро, очень легко и очень красиво. Ну, а здесь у меня тоже вот такая красота. Чтобы картошечка была скорочной, изначально хорошо разогрейте масло. Вот, сейчас еще лучок пожарю. Одной рукой мне неудобно мешать одной камере держать. Но картошечка будет аппетитная. Порезала лучок и высыплю остатки базилика. Надо будет купить. Мне очень нравится эта специя. Класс. Сейчас пойдем полезу в погреб. Посмотрю, что там можно выбрать. Скорее всего, какие-нибудь огурчики достану. Так, ну что тут на улице? На улице вот такая красота. Буйно расцвели хризантемки. Прохладненько. Но, слава богу, ветер успокоился. Вот, сейчас полезу в погреб. Погреб, привет! Я иду к тебе. Как в магазин. Ну, что взять? Так, что тут с картошкой? Нормально. Но уже начинает расти, представляете? Ну, тепло. Погребе тепло пока что. Так, ну что же взять? Наверное, возьму огурчики, как в Макдональдсе. Вот как раз вам и расскажу, как они на вкус. Или икорку взять. А может быть, взять и то, и другое. Такие огурцы я недавно только съела. Хочется немножко поменять вкус. Ну ладно, возьмем, наверное, баночку икры кабачковой и огурчики. Посадила я немножко вот эту деляночку чеснока. Дальше не дал дождь. Здесь росла картошка. И появился колорадский жук. Это для жука будет сюрприз весной. Когда увидит здесь чеснок. Ну, посажу чеснок, наверное, позже. Посмотрела по аграрному этому календарю. Вроде бы то 15 ноября благоприятный день. Хоть бы в этот день не было дождя. Тыковка начинает запекаться. Уже, я смотрю, сок пустила. Ой, друзья, какая же это вкуснота. Никаких конфет не надо. Ну что, друзья, пробуем. Вот такой вот у меня... Что это? Наверное, поздний завтрак. Без 5-11. Сейчас возьму картошечку. Кусочек. И огурчик. Друзья, вкус необычный. Такой очень пряный. Вот хорошо будет именно для бутербродов. Можно вот так вот положить на хлебушек. Сверху кусочек колбаски или, не знаю, ветчины. Это очень вкусно. Где-то есть рецепт на канале. Класс. Ну, очень такое, знаете, пряное и острое. Много этого не съешь. Но с картошечкой... Класс. Всем приятного аппетита! Ну что, друзья, проверим. Ой, она уже мягкая. Уже, в принципе, можно доставать. Но я хочу, чтобы она еще чуть-чуть подрумянилась. Сладенькая. Будет очень вкусно. Я вот так приоткрыла духовку, чтобы она именно подрумянилась. Чтобы пар выходил, а тыковка румянилась. Скоро будет готова тыква. А я пока заварю кофеек. А чтобы дело было побыстрее, я подняла на уровень выше, вот прям под самый гриль. На последнюю ступенечку. И она прям, вот видите, как прям стало уже так хорошо румяниться, подсыхать. Это именно то, что нужно. Да, друзья, хотела вам рассказать, когда я делала яблочную пастилу, я думала, что у меня очень много уйдет электроэнергии, придет счет с хорошей цифрой. Нет. Все очень получилось замечательно. То ли духовка у нас какая-то экономичная, я не знаю. Ну, а класс был вообще-то. В общем, счет пришел еще меньше, чем за прошлый месяц. По-моему, 430 рублей что-то такое. Так что, это немного. И я еще раз убедилась, что вот этот сушилка для овощей, дегидратор, мне совершенно не нужна. Можно найти решетки подходящие к этой духовке и также сушить, как и в этом дегидраторе. Только цена вопроса у него, у хорошего сейчас 15-16 тысяч. Ну, что, друзья, не выдержала я. Кофе стынет. Сейчас немного вот так добавлю корицы и попробую. Что-то не сыпется. Ах, красота! Я думаю, что сюда подойдет также какой-нибудь сиропчик, тот же лимончик с сахаром и полить сверху. Это будет вообще бомба. Вот как мы полить этим сиропом тыковку. В следующий раз я обязательно сделаю. А может быть и сейчас надумаю. По-моему, лимон у меня есть. Потом вам расскажу. Ну, а я буду пить кофе. Видите, она вся, она подсушилась. Что дает нам вот эта открытая духовка? Она немножко подсушилась. Боже, какой запах корицы идет. Конечно, я люблю, когда это остынет вообще. Сладенькая. Очень вкусная. Наверное, сейчас возьму, вытащу ее, когда она будет готова. Переложу в какую-то форму для запекания или кастрюльку и залью еще ее сиропчиком с лимоном. Это будет просто бомбический рецепт. Ну вот, друзья, сегодня такое болтологическое видео. Ну, может быть, чему-то я вас и научила. Допустим, секретик раскрыла вязание коврика. Я желаю вам всем приятного аппетита. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.